Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным, парить как птица в небе, ощущать мир и искреннюю радость в сердце и встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново, последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство, зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля принести свободу во все сферы нашей жизни. Сегодня я буду продолжать говорить честность качества победителя. Сказал дьявол еще много-много тысяч лет назад, он сказал, подлинно ли сказал Бог. И он не сможет нас обмануть, если мы знаем истину. Потому что была ложь. Нас всех учили верить, что мы произошли от обезьяны. Многие так и верят люди. Это же тоже кажется, ну как можно поверить, что это от обезьяны произошло? Ну понятно, что у свиньи родится свинья, у слона родится слон, да? У человека. А если убрать творца, то тогда почему от обезьяны? Можно не от обезьяны было произойти. И люди верят в эту ложь. Ученые люди, которые светил от какие-то мировые, они вам все будут говорить, что мы все от обезьяны. Ну докажите, покажите. Ну как вам, мы похожи. Очень сильное доказательство, правда? Типа у тех есть руки, у нас есть руки, у тех есть, а хвост? А хвост отвалился. Ну можно пришить тогда, да, чтобы вообще соответствовать уже полностью. Поэтому, друзья, это настолько кажется вот это все очевидно и просто. Но чем, как говорится, проще глупость, тем в нее легче верят. Вот очевидная глупость, казалось. Но люди убеждены. Они убеждены в этом. Они будут доказывать, они будут говорить, да вы что? Да вы что тут несете? Да все ученые, да весь мир, да то, да сё. И поэтому, знаете, есть разные, разные, так сказать, виды лжи. Поэтому есть ложь, которая быстро открывается, есть ложь, которая столетия, да, проходит, пока эта ложь не рухнет и не откроется, что это была ложь. Но Писание говорит, да, помните, было видение, да, у Даниила, что там был истукан, золотой причем, золотой истукан. Но ноги были какие? Были глиняные ноги, понимаете? То есть основания-то не было, крепости не было. И когда написано, вот этот камень ударил, это Иисус Христос, это истина, она ударила, и все развалилось. Поэтому какие бы ни были там страны, империи, однажды все развалилось. И для нас, для нас должно быть понятно, на чем мы строим свою жизнь. Пойдем мы на компромисс с ложью, да? Чем больше лжи, тем больше песка в нашем строительстве, да, в нашем фундаменте, тем быстрее тогда все развалится. Но когда мы понимаем Божьи принципы, что Бог все построил, создал на истине, и поэтому многие ученые, они даже высчитали, что Бог есть, оказывается, даже математическим путем. Почему? Потому что математика, она истина, она показывает, она доказывает, это существует, реальность та, которую ты не можешь понять, но когда ты все просчитываешь, оказывается, это есть. Оказывается, Бог есть. Слава Богу. Поэтому мы должны посвятить себя истине. Правда? Посвятить себя истине, знать эту истину, жить в этой истине. Я хочу вам рассказать несколько примеров, как ложь, знаете, как ложь, казалось бы, она побеждает. Вот вспомним историю, вспомним самую известную историю, воскресение Иисуса Христа. Воскресение Иисуса Христа. Вот, например, сейчас, когда ты скажешь, Христос воскрес, люди даже, которые не верят, что они тебе скажут? Вы понимаете или нет? Вы понимаете сами, о чем мы говорим, да? Неверующий человек, он скажет, а если он еще под этим делом, он тебя будет еще обнимать и целовать. Так это или не так? Но если с ним поговорить, а верит ли он во Христа, и тем более в воскресение, ты поймешь, он не верит. Просто эта фраза стала такой обыденной. И это просто можно говорить, даже не веря в то, что ты говоришь. Но я хочу вернуться к истории. Смотрите, когда-то так не было. И перед тем, как мы пойдем к этой истории, я хочу вспомнить, что против кого было больше всего обличения у Иисуса Христа? Вспомним. Кто, так сказать, постоянно попадал на орехи? Кому доставалось? Даже там ни разбойнику не досталось, там блуднице не досталось. Это не то, что Иисус оправдывает, но почему больше всего им доставалось? Потому что Он знал корень, причину, которая привела людей к другим грехам. И почему еще больше фарисеям и книжникам? Потому что эти люди были ответственны за истину перед Богом. Они знали Слово Божье. Они учили Слову Божьему. Но жили совершенно другой жизнью. Поэтому Иисус ненавидит религиозную ложь. Он ненавидит ее. Поэтому Он говорил, вы лицемеры. Горе вам! Никому Иисус не говорил, горе вам! Но им постоянно звучали слова. Горе вам, книжники-фарисеи! Горе вам то! Вы гробы окрашены! Вы такие! Вы такие! И когда думаешь, ну почему же Иисус постоянно им все время доставалось и доставалось, потому что Он знал, что они должны были учить людей истине. Они должны были открывать правду Божью. И смотрите, почему я о них вспомнил. Потому что, когда они задумали, когда они задумали, помните, это был план. План, как погубить Иисуса. План погубить Иисуса. Кого они хотели найти? Они хотели найти лжесвидетелей. Они искали людей. И они нашли кого? Они нашли Иуду. Иуда, сейчас слово, знаете, оно стало нарицательным. Я вот не слышу, чтобы кто-то своего сына Иудой назвал. Есть такие желающие? Не хотят сына Иудой называть. Почему? Ну потому что сейчас нам, через две тысячи лет спустя, это слово напоминает предателя. Это слово напоминает об измене. Это слово напоминает вор, который ходил с Иисусом. И воровал написано. Воровал. И вот кого нашли фарисеи? Именно его они и нашли. Человека, который был нечестный. Прежде всего, кого они нашли? Нечестного. Из двенадцати нашелся один нечестный, который был готов продать своего учителя. За тридцать серебренького. Это знают все. Но, смотрите, ведь это было не все. Это было не все. Я хочу, чтобы мы почитали. И это мы почитаем Евангелие от Матфея, 28 глава. Итак, это я как бы все миную. Да, вот Иисус распаяли. Он умер, да, его положили во гроб. Давайте эту историю сейчас почитаем и посмотрим. Итак, 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 итак. По прошествии же субботу на рассвете первого дня недели пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. И ведь его был как молния, одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его здесь нет, Он воскрес, как сказал, подойдите, посмотрите место, где лишал Господь». То есть, ну, эти мы всегда места Писания читаем, когда? На Пасху, да? То есть, такие пасхальные стихии. Но я хочу обратить внимание немножко на другое. Смотрите, здесь, как мы говорим, есть две правды. Две правды. Одна правда, которую говорят ангелы. Так, что ангелы сказали? Он воскрес. И мы обратимся к другой правде, которую хотели распространить фарисеи. Фарисеи боялись Иисуса, потому что они боялись правды, они боялись истины. И смотрите, что произошло с этими солдатами, которые охраняли Иисуса. Сейчас я найду это место Писания. И эти стражи, эти стражи, эти стражи, где-то я их записал, куда же вы делись, мои стражи? Эх, вы стражи, мои стражи. Эх, вы сени, мои сени. Ага, хорошо. Хорошо, смотрите, я дальше читаю. Итак, женщины услышали, они с радостью побежали возвещать ученикам. И когда же они шли возвестить ученикам Его, Иисус встретил их. Смотрите, еще раз, да, подтверждение. Ангел сказал, что Иисус воскрес. И тут уже что? Сам Иисус их встречает. И сказал, радуйтесь. И они, приступив, ухватились, за ноги Его поклонились Ему. Тогда Он говорит им, Иисус, не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы они шли в Галилею, ибо они там увидят Меня. То есть, ангел сказал, и Иисус сказал, и Он сказал, куда идти, где Он будет. Давайте посмотрим дальше. Когда же они шли, то некоторые стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. Знаете, мы иногда недооценим роль первосвященников, вообще религиозной ситуации, политической ситуации Израиля на то время. Мы говорим, да, они были оккупированы Римом, они были под властью Рима. Но Рим, интересно, это мы будем проходить на истории церкви, вы знаете больше, но Рим давал право религиозной свободы. То есть, они могли верить, они могли исполнять там свои ритуалы, они могли делать, ну, все свои обычаи религиозные. И мне интересно, мне интересно, почему солдаты пошли к первосвященникам? Они не пошли к своему командиру, да, они не пошли к Пилату, проконсулу, который был римской властью на тот момент, они пошли к первосвященникам. Значит, первосвященники определенной властью такие обладали там, или нет? Или они были никто? Да, они пошли к ним. И давайте мы почитаем дальше, что они пошли, что они сказали. Они пришли и объявили о всем бывшем. А о чем бывшем? Они видели, они видели, что гробница пуста, они видели, что был ангел, что камень отвален, что нет, ничего, нету Иисуса, нету Его. Они пришли, Его нет! Но был ангел, была молния, было все это событие. И смотрите, что говорят, что говорят кто? Эти религиозные вожди. И эти, собравшись со старейшинами, сделав совещание, совещание, довольно денег дали войнам. Довольно много, мне кажется, дали денег войнам. Почему я думаю, что очень много дали денег? Потому что для римского солдата проспать или пропустить, вы были, вы видели, где нету. Для них, я думаю, ожидало суровое наказание, потому что это было воинское преступление. Посмотрите, когда солдат согласится пойти на наказание, когда что-то будет больше за это наказание, чем наказание, вознаграждение будет больше наказание. Они дали столько денег, что солдаты были готовы, да, пусть нас там отмутузят, в кутузку посадят, что-то там сделают, но нам жестоко отвалили. Понимаете? Столько дали денег, такую взятку дали кто? Старейшины, первосвященники, религиозные вожди, лидеры, которые должны были стоять за истину. Они учат солдат врать. Они говорят, смотрите, они знали, что у них могут быть последствия, и что они говорят, скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда вы спали. Вот, они что учат? Лжесвидетельство. А кто, как не они, знали, что девятая заповедь, какая в законе была, Моисеева? Не лжесвидетельствуй. Что они делают? А вы, скажите так, вы спали, вы проспали, вы ничего, ни ангела не видели, ни, да, не видели. Вы спали. Возьмите на себя эту вину, возьмите на себя это преступление, скажите, что спали. И знаете, дальше еще более интересно говорится, его украли, и если слух об этом дойдет до правителя, до кого? До Пилата, мы убедим его и вас от неприятности избавим. Вот знаете, когда ты просто читаешь, ты тогда же не замечаешь эти моменты. Правда или нет? Даже мы не замечаем, но здесь, если вникнуть, они говорят, мы Пилату даже столько денег дадим, что вам ничего не будет за это. То есть даже Пилат согласится с нашей правдой в кавычкой. Мы дадим столько денег, что у вас не будет проблем. То есть, как решались вопросы в то время? У кого деньги, у того и правда. Какая вам нужна правда? А мы заплатим, вот такая правда и будет. Видите? Для чего это было? Вообще, суть какая? Суть сказать, что Иисус не воскрес. Вы понимаете? А ведь это основа Евангелия. Это сила Божия ко спасению. Почему дьявол не заинтересован в правде? Не заинтересован в истине, да, он заинтересован во лжи. Сказать, это ученики, они его украли, они это сделали, чтобы вот сказать, что вот он воскрес, а он не воскрес. понимаете, куда метит враг? Умолить Слово Божье, извратить Слово Божье, найти лжесвидетелей, которые знают, что это вранье, но за деньги они готовы соврать что угодно. Они, взяв деньги, поступили, как научены были, и пронеслось Слово это между иудеями до сего дня. Почему иудеи до сих пор не верят, что Иисус Мессия? Они до сих пор не верят в Его воскресение. Посмотрите, как эта история связана до сегодняшнего дня. Но так не должно быть, правда? Истина, друзья, истина дает свободу. Свободу прежде всего от лжи. Поэтому враг никогда не согласится с истиной. Поэтому в нашей голове столько бывает трудностей, да столько борьбы, столько сражений, потому что для нас, для нас вот сказать, что это истинно сказал Господь, значит, это так и есть. Это так трудно. Это так сложно. Потому что это была не просто религиозно-политическая система Израиля, это религиозно-политическая система всего мира. Весь мир лежит во лжи, можно сказать, во зле или во лжи. Я так часто говорю, действительно. Потому что одна система мира демоническая, другая система Божья. И поэтому кто поверит сказанному, да? Кто поверит сказанному, еще Исаия говорил, да, за много лет пророчество о том, что будет Мессия. Кто поверит сказанному, да? Кто это? Кто поверит? Вот кто поверил, друзья, тому это и открылось. Поэтому это не та правда. Я помню, в советское время у нас тоже была газета «Правда». Там «Правда» никакой правды не было. Но она называлась «Правда» и все верили, это же газета «Правда». Это же в газете написали, это же «Правда». До сих пор, до сих пор многие люди так вот и верят все, что написано. Но не верят в то, что написано в Слове Божьем, понимаете? Верят, что в газете, что по телевизору сказали, что там журналисты сказали, но не верят тому, что говорит Иисус. И Он сказал, почему люди не верят. Я хочу несколько поговорок таких старых прочитать. Как люди говорили в России в старину. У кого руки подлиннее, тот и правее. Спорила правда с кривдою, до свидетелей не стало. Как современно звучит. Купцы говорили, не обманешь, не продашь, правдой сыт не будешь, кривдой не подавишься. Как дьявол воспитывает людей? А вот уже современные, более современные, знаете, был известный английский писатель Джордж Оуэрл. Кто-то слышал про такого писателя? У него были книги «Скотный двор», 1984-й. И вот он сказал, у него много таких крылатых выражений из этих книг, до сих пор многие их цитируют. Вот одно из его выражений насчет лжи. Он так сказал, во времена всеобщей лжи говорить правду это экстремизм. Когда он сказал, там 49-й год или какой там, точно не помню, когда это еще было сказано. Актуально ли это сегодня, да? Да, это актуально. Актуально, потому что еще Иисус не правит на этой земле, да? Поэтому еще ложь правит на этой земле. Почему апостол Павел говорит, я еще раз хочу прочитать это Римлянам 11-16. Он говорит, я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующих. Я не стыжусь иными словами правды. Знаете, многие люди стыдятся правды. Они стесняются сказать, что они верующие на работе. Они стесняются, вот как мы говорим, сделайте репост, сделайте лайк, там, да, у себя на странице поместить. Они этого стесняются. Они боятся, что вдруг все узнают, что они верующие. Вдруг люди скажут, и он говорит, а я не стыжусь. Почему я должен стыдиться Иисуса Христа, который умер за меня? Почему я должен стыдиться вечной жизни, которую он дал мне? Почему я должен стыдиться всем благословениям, которые я имею от Бога, но я стыжусь сказать о Боге? Представляете, как люди боятся правды. Как они боятся правды, как они действительно под системой лжи находятся. И эта ложь, она до сих пор ими правит, управляет, а потом они говорят, Господи, чего ж ты мне не помог там? Почему я не исцелился? Почему мне то? А он говорит, а где истина? Где истина? Вот ты разберись сначала с истиной. Ты полюби истину. Она сделает тебя свободным, даже от страха. Почему люди боятся? Потому что они не свободны. Они боятся. Они боятся общественного мнения. Они боятся, что скажут коллеги по работе, да, ты придурок какой-то, да, ты сектант, ты фанатик. И они подстраиваются под эту систему, этого мира. Но что говорил Иисус? Что Он говорил? Нельзя служить двум господам. Никто не может служить. Знаете, правда, она требует честности. А честность, она говорит о правде. И для этого нужна смелость. Почему Бог сказал, я не дал вам духа страха? Но любовь Божия, она изгоняет страх. Поэтому, если мы верим в Божию любовь, мы будем свободны от страха. Но если мы сомневаемся в Божьей любви, как дьявол говорит, тебя Бог не любит, тебя Бог кто, тебя Бог это. Люди сомневаются. И когда они сомневаются, они боятся. Когда они сомневаются, они верят. И они сами обманывают. Они придумывают ложь во благо, ложь во спасение. Знаете, разные есть выражения. Есть выгодная правда, есть невыгодная правда. Поэтому само воскресение Иисуса Христа, видите, оно столкнулось с таким противостоянием. Нам сейчас легко об этом говорить, но представьте, как это было тогда, 2000 лет назад, там, в Иерусалиме, в Израиле, что там происходило, что там говорили. Поэтому самый центр всегда проповеди Евангелия в первой церкви, это была проповедь о воскресении Иисуса. Потому что люди больше всего сомневались в воскресении Иисуса. И они всегда... Это было центральное послание воскресения. Воскресение, что Он воскрес, Он воскрес, Он воскрес. Потому что это и есть суть Евангелия. Умирают все, но воскрес только Иисус. Он воскрес, Он первенец мертвых он победил смерть он победил ложь поэтому если мы принимаем эту истину мы будем свободны друзья мы свободны от страха будем свободны от лжи и от всего того что дьявол навязывает система этого мира навязывает и вот этот конфликт он конечно же будет и мы не любим так сказать мы не любим острых углов мы хотим обходить эти острые углы и так далее и так далее но евангелие это сила божия ко спасению аминь или не аминь и смотрите я дальше прочитаю потому что в нем открывается правда божия правда божия не в газете правда правда божия в евангелии воскресение иисуса от веры веру как написано праведный верующий в буди ибо открывается гнев божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков подавляющих истину неправдаю на что гнев божий приходит на неправду на нечестие на врага на дьявола так на какой мы стороне друзья мы с кем а то мы говорим о если бог за меня кто против меня а сам врет где где-то меня видел с рядом в этом где я здесь с тобой поэтому это очень серьезный вопрос для нас всех вопрос чести вопрос правды это очень-очень большая тема она такая знаете многосторонняя многолика и хочется обногом поговорить но у нас мало времени мало времени поэтому на этом мы закончили но я думаю что продолжение будет есть горькая правда сладкая ложь еще у меня много чем есть как бы рассказать и тогда ложь во спасение 6- utis много всего того о чем нужно еще нам поговорить и разобраться нам нужно в этом разобраться или нет нам нужно ходить в истине и нет не все как-то хотят ходить в истине Кто-то говорит, ну, врать-то как-то привычнее, врать удобнее, врать как бы это, но ты понимаешь, что тогда ты на песке, ты на песке, и все развалится. Смотрите, сколько вещей развалилось, я вам говорил, да, и они будут разваливаться. Одни быстрее, другие медленнее, вот там финансовые пирамиды, да, многие люди, они поверили, что им будут платить огромные деньги просто так, и что, и все развалилось, и они потеряли все. Поэтому масса-масса вариантов, примеров, но то, что приходит от Бога, оно не развалится, друзья. Истина пребывает вовек, написано. Истина пребывает вовек. Дьявол не пребывает вовек, ложь не пребывает вовек. Проходит время, и многие вещи открываются, и люди понимают, да, это было вранье, это была ложь, потому что истина пребывает вовек, и истина, она приносит свободу. Давайте встанем и помолимся. Дух Святой, мы благодарим тебя, потому что ты дух истины, и ты сказал, что ты наставишь нас на всякую истину. Весь вопрос, хотим ли мы истины. Хочешь ли ты, правда, истину? Это вопрос честный к самому себе. Вот хочешь ли ты истины? Хочешь ли ты правды? Любишь ли ты истину? Хочешь ли ты любить истину? Или ты не хочешь любить истину? Потому что если мы хотим любить истину Тогда истинно Бог будет с нами Истинно будет работать в нашей жизни Истинно принесет благодать Она принесет свободу Вопрос, что мы будем выбирать Что мы выбираем каждый день Поэтому, Господь, мы благодарим Тебя Что Бог, Он Бог истины Иисус говорил, Я есть путь истины и жизнь Там, где есть истина, там есть жизнь Там, где есть истина, там есть правильный путь Не путь в погибель, да А путь ко спасению Поэтому мы благодарим Тебя за это Слово, Господь Аллилуйя Пусть это Слово, оно вселяется в нас Оно действует в нас Слово Божье, оно живо и действенно Я молю, чтобы оно действовало Действуй, Господь, через Своё Слово Действуй, Дух Святой, через Слово Божье Аллилуйя Слово Божье